Здравствуйте! С вами выпуск новостей команды Активатики. И сегодня новости грандиозные. Дело в том, что 14 марта жители Подмосковья перекрыли федеральную трассу в районе деревни Степанщина. Они протестовали против строительства мусора сжигательного завода, который власти планируют построить всего лишь в 800 метрах от их домов. Почему они протестовали? Но тут все совершенно очевидно. Дело в том, что уже есть опыт строительства мусоросжигательных заводов в Подмосковье. Например, такой мусоросжигательный завод МСЗ-4 уже работает в Балашихе и создает намного больше проблем, чем было до того, как он появился. Мусоросжигательные заводы не решают, а усугубляют мусорную проблему. Строить надо мусороперерабатывающие заводы. Собственно, это и требуют жители. Ну, власть не придумала ничего лучше, чем пригласить ОМОН и полицию на место происшествия. Но понятно, что жители не успокаиваются. Почему они пошли на такие крайние меры? Ну, потому что сейчас их лишают уже самого главного. Вопрос даже уже стоит не в том, что они защищают там свои зеленые зоны или свою частную собственность, свои дома. Они защищают свое право дышать чистым воздухом. И поэтому они решаются на такие крайние меры. Вообще надо отметить, что в последнее время мусорная тема буквально будоражит Подмосковье. И накануне вот этой акции перекрытия федеральной трассы состоялась в Коломне очень большая акция. В ней приняло участие порядка 350-400 автомобилей. И в Коломне прошел огромный автопробег. Автопробег был организован против строительства МСЗ в Воскресенском районе и против местного мусорного полигона, который отравляет жизнь жителям Коломны. Ну и вообще в последнее время многотысячные митинги проходят по всему Подмосковью с требованием цивилизованно решить уже мусорный вопрос. Такие митинги проходят и в Балашихе, и в Волоколамске, и в Клину. И я напомню, что на прошлой неделе, 8 марта, было отмечено в Волоколамском районе тем, что жители, протестуя против полигона Ядрово, тоже перекрывали трассу. А в Москве стихийное бедствие. И я сейчас говорю не про выборы. Дело в том, что в московской городской думе прошло совершенно неожиданное мероприятие. Оно так и называлось. Стихийное бедствие в Москве. Организовала его депутат Елена Шувалова. И она пригласила на это мероприятие активистов из различных горячих точек в Москве и муниципальных депутатов. Единогласно все собравшиеся договорились сразу о том, что основное стихийное бедствие в Москве – это политика московских властей. Депутат района Хорошево-Мневники Вячеслав Бородулин констатировал, что с каждым днем ситуация ухудшается. Земли в Москве застраиваются новым коммерческим жильем. Плотность населения уже превысила все нормы. Законы, регулирующие застройку, меняются в угоду коммерческому строительному комплексу. Появляется новый тип архитекторов, которые обслуживают интересы власти. Единственная ценность, которая осталась у населения – это их недвижимость. Но ее их лишают при помощи процедур реновации. Вообще, реновацию обсуждали очень активно. Депутат из района Лефортова Саша Андреева назвала свой доклад «Реновация как депортация и экспроприация». Она сразу назвала закон о реновации антиконституционным правовым актом, который нарушает не только Конституцию, но и множество федеральных законов и нормативных актов. Данный закон позволяет принудительное изъятие частной собственности граждан по произвольному решению третьих лиц, уничтожение целых кварталов и строительство с нарушением всех мыслимых норм. В закон о реновации заведомо заложена вырубка огромного количества деревьев, экологический, транспортный и инфраструктурный коллапс. Депутат Алексей Баранов из района Раменки призвал москвичей бороться за свою землю под домами, потому что земля – это основное, что есть у москвичей теперь. И, естественно, необходимо ее сохранять и ставить на кадастровый учет. Депутат района Лосино-Австровский Виктория Миронова сообщила, что по данным снимков из космоса Москва потеряла около 900 гектар зеленых насаждений. И деревья эти уничтожают в угоду строительного комплекса. Под угрозой уничтожения парк Торфянка, Лосиный остров, Кускова, Лужники и парк Дружбы. Проблемы и с историческим наследием Москвы. Андрей Новичков из Архнадзора отметил, что с конца 2010 года и по сегодняшний день снесено 150 исторических зданий и сооружений. Представьте себе, что Министерство культуры на минуточку в 2010 году отняло у Москвы статус исторического поселения. Казалось бы, Министерство культуры как раз и должно было бы отстаивать этот статус, а не отнимать. Тем не менее, Министерство культуры отнимает у Москвы статус исторического поселения. Почему? А потому что этот статус мешал реализовывать крупные строительные проекты, так как не познавалялся носить исторические здания в границах утвержденных охранных зон. Собравшиеся в Московской городской думе дружно решили, что Собянина надо отстранять и смещать с поста мэра. И о своем решении они сообщили в администрацию президента. А тем временем в регионах тоже неспокойно. В Нижнем Новгороде прошло шествие, несанкционированное 25 февраля, в честь памяти Бориса Немцова. И в результате сотрудники Центра ЭА решили организовать настоящую спецоперацию против людей, которые не побоялись выйти на несанкционированное шествие и почтить память Бориса. Список наиболее активных граждан, вышедших на шествие, был опубликован в интернете. Задержаны и арестованы на 20 суток три человека из этого списка. В Петербурге тоже проводится спецоперация против активистов. За два дня задержаны 9 человек, участвовавших в шествии с забастовкой избирателей, которое прошло 28 января. Вообще следует отметить, что Петербург какой-то фантастический город, потому что там проходят совершенно потрясающие, очень яркие, креативные акции. Но вот не так давно в Петербурге прошла потрясающая совершенно акция, которая называется «Пока Путин президент, мы все в цепях». Скованные одной цепью в ватниках, ушанках, с номерами на груди, активисты прошли от Малой Конюшиной по Невскому проспекту и затем завернули на набережную канал Грибоедова. Ну что я могу сказать? Здорово, что в России такая активная и бурная общественная жизнь. Вот мне правда интересно, какую самую главную федеральную трассу потребуется перекрыть, чтобы разорвать нашу самую проблемную цепь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...